Мне нравится, что в нашей жизни на самом деле ничего не происходит просто так. Всему есть какое-то свое объяснение, пусть оно даже иногда не вмещается в нас, но мне нравится, что Богу не нужно оправдываться перед нами за то, что Он делает. Серьезно, это мы как-то порой перед друг другом оправдываемся, пытаемся как-то объяснить друг другу что-то, а Бог, Он просто берет и делает какие-то вещи, и слава Богу, что Он не спрашивает у нас. Потому что, наверное, если бы Он спрашивал, то мы бы отсоветовали Его делать какие-то вещи. Мне очень понравилось, однажды один брат такой пример привел, он как-то запал в мое сердце, он рассказывал, как он со своим младшим сыном пошел к стоматологу и говорит, доктор посадил сначала меня в кресло, потом посадил моего сына ко мне на руки и сказал, держите его. И, конечно, говорит, но моему сыну лето не нравилось, вот эта процедура. Больше того, он говорит, я прекрасно понимал его чувства, что в этот момент он думает, что папа вообще предатель. Он привел меня в какой-то кабинет, где какой-то там дядя, вот, с какими-то штуковинами, и он пытается этот дядя влезть мне в рот, что-то сделать со мной, а папа еще и держит меня. Но папа понимает, что вот эта процедура ребенку необходима для того, чтобы потом не было проблем. Вот пока еще, может быть, не заболела серьезно. И вот иногда, когда мы проходим через какие-то обстоятельства, нам иногда даже может казаться, что папа предатель, почему он меня сюда поместил. Может быть, вам сейчас это как-то, для вас это прозвучало резко, но я скажу вам, как душепопечитель, что мне приходится встречаться и общаться, и служить людям, у которых огромные обиды на Бога. Христиан, верующих людей, которые давно посещают церковь, а у них обиды на Бога, потому что им кажется, что Бог как-то несправедливо с ними поступил в какой-то момент, что Бог их предал. Просто люди иногда боятся это сказать, потому что они думают, что если они еще и скажут это, и признают это, то вообще Бог просто настолько на них разозлится, что сразу же молнию там еще хуже сделает с ними. Поэтому они даже боятся вынести это как-то, признать вот это. Но мне очень нравится история Иова в этом смысле, потому что если мы посмотрим на историю Иова, то мы увидим, что Иов то и не слишком стеснялся в своих выражениях, правда? Давайте так, без религиозного пуха, без религиозного налета посмотрим, если кто-то читал книгу Иова, на некоторые его высказывания, когда он проклинал день, в который он родился, когда он такие вещи говорил в своей вот этой агонии, не понимая, что происходит. И у него было три правильных друга, знаете, с таким правильным богословием. Там комар носа не подточит в это богословие. Они очень много правильных вещей говорили ему. Но беда была в том, что все их правильное богословие, оно не касалось Иова, его ситуации. Они не понимали действий Божьих. Но наступил момент, когда Бог пришел, поставил все на свои места. Он не сказал Иову, Иов, ты, в общем-то, молодец. Ты все правильно думал и говорил. Нет, Бог даже ни на один вопрос Иову не дал ответа. То есть те вопросы, которые Иов задавал, как бы Богу, Бог не посчитал нужным на эти вопросы сдать ответ. Бог ему говорит, ну-ка припаяшься, как муж, дай-ка поговорим с тобой. И Бог начал ему вопросы задавать. И как ни странно, когда Бог ему задал ряд вопросов, и вдруг прозрение получил. И говорит, Господи, прости, говорил то, о чем не понимал. Отрекаясь, раскаиваясь в прахе и пепле. И я просто слышал о тебе слухом ухо, а теперь мои глаза видят тебя. И прости, короче, наговорил глупостей. Но вот интересно обращение Бога к его друзьям. Приходит Бог к Елефазу и говорит, знаешь что, я твою молитву не приму, пока ты с Иовом не помиришься. Вот только Иов, когда принесет за тебя жертву, его приму. А почему? Потому что ты не так верно говорил обо мне, как раб мой Иов. Бог не сказал, что Иов все правильно говорил. Но вот как-то не так верно. И послушайте, так интересно, что даже когда Бог задавал вопросы Иову, он не начал спрашивать у меня, Иов, как ты мог во мне усомниться? Вообще, как ты позволил себе такие вещи говорить? Зачем ты наисповедовал в свою жизнь всякую ерунду? Зачем ты там проклятие наисповедовал в свою жизнь? И прочие вещи. Бог не стал даже разбираться со словами Иова. Почему? Потому что Бог понимал его боль. Бог понимал боль Иова. Бог понимал недоумение Иова. Бог понимал, через что Иов проходит. Лучше других. Потому что вообще Бог инициировал всю эту заварушку, так если взять. Но впоследствии для Иова, я как-то размышлял, я не знаю, почему я сейчас об этом говорю, я не планировал этого сказать. Но может быть кому-то из вас это очень нужно. Сейчас. Вот это все время, может быть кто-то исследовал больше, может какие-то комментарии, хотя на самом деле книгу Иова очень сложно какие-то комментарии достоверные найти. Почему? Потому что это одна из старейших книг Библии по хронологии написания. То есть считается, что одна из первых вообще, которая написана. Не имеется в виду в хронологии летоисчисления, а именно по времени написания самой книги. Поэтому любой комментарий, это все-таки уже мнение человека больше. Но если посмотреть на просто здравым таким рассудком, на эту книгу, то можно увидеть, что сколько-то лет Иов жил, в общем-то, в благословении и достатке. Так? И у него даже уже были взрослые дети. То есть и он был огражден со всех сторон. Потом случается кризис. Он все теряет. Потом кризис проходит. И Бог восполняет его потерю. И еще сказано, что жил после этого Иов сколько? А? 135 лет. То есть, вы понимаете, и все этих 130 там, сколько-то, я просто сейчас не помню, можно посмотреть, да? Ну, больше 100 я точно помню. Все эти годы уже были опять благословением для него и утешением. Если сравнить вот этот промежуток времени страданий Иова, он даже рядом не стоял со временем того, сколько Бог его благословлял до страданий, и сколько после. Послушай, если ты сейчас проходишь через вот этот период твоей пустыни, если в твоей жизни что-то подобное происходит, может быть, да, ты не сидишь в пепле, не отскребаешь от себя черепком струбья, но в каких-то других обстоятельствах у тебя сложности. Я просто вот пророчествую тебе сейчас, что это время закончится, и то, что придет после того, оно будет настолько благословенным, что ты даже не будешь вспоминать о вот этом опыте, как об опыте каких-то ран. Ты просто будешь вспоминать это как об опыте, через который ты пережил Бога еще больше. Опыте, через который Бог открылся тебе еще больше, потому что вот это было самым главным. Сам Иев дал оценку всему произошедшему с ним. Он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь мои глаза видят тебя». Вот знаете, и я думаю, что Иев на тот момент мог бы сказать, это все стоило того. Это все реально стоило того. Поэтому доверяй Господу. Аллилуйя. Такое вступление неожиданно вдруг. Я вчера размыслял, потому что у меня как бы следующая тема, но почувствовал внутри такое понимание, что еще какая-то недосказанность осталась после вчерашней темы. Поэтому потерпите на мне, я еще продолжу про иные языки. И есть некоторые моменты, которые действительно хотелось бы просто осветить, чтобы как-то больше ясности, что ли, было. Но опять я еще раз хочу сделать вот эту оговорку. Братья и сестры, богословие не богодухновенно. Вот как хотите, как хотите относитесь к этому выражению. Только Слово Божие богодухновенно. А богословие – это всего лишь наша попытка объяснить Слово Божье. Поэтому в данном случае я не претендую на богодухновенность моего богословия. Я просто пытаюсь разобраться, потому что есть какие-то феномены, что-то происходит, есть опыт какой-то в моей жизни отношений с Богом, есть то, что я читаю в Священном Писании, и мне очень хочется просто в этих вопросах как-то эти вопросы по полочкам разложить. Я надеюсь, что я больше вас не запутаю. Но, возможно, это и не так. Но тем не менее, опять же, у вас есть богодухновенное Священное Писание, у вас есть Дух Святой, у вас есть ваш разум, который Бог дал, и Он его не отнимал. Писание говорит, Бог дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да пребудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Для чего тебе разум дан? Чтобы ты Бога познал. Вот и познаем Бога. Поэтому сейчас я просто хочу показать о функции иных языков, для чего они нужны, и, в общем, вот какие иные языки бывают. Потому что именно проявление дара иных языков связано с определенной функцией. И вот здесь немножечко нужно разобраться. Операция я буду на первое послание Коринфянам, 14 главу. Хочу сразу сделать такую оговорку. Я какие-то сознательно, какие-то места описания буду как бы вырывать из контекста этой главы. Для чего? Потому что здесь, в этой главе, апостол Павел рассматривает два дара, это говорение иными языками и пророчество. И если на поверхности, вот так просто поверхностно на какие-то тексты посмотреть, то такое впечатление складывается, как будто, знаете, Павел хочет задвинуть иные языки, а вот пророчество как бы показать, что оно, и показать нам значение пророчества, поднять его на какой-то пьедестал. На самом деле это не так. Он объясняет просто функцию, что у иных языков одна функция, у пророчества другая функция. И вот сейчас мы какие-то вещи просто посмотрим. Итак, 14 глава 1 Коринфянам, и она начинается с замечательного стиха, о котором сегодня брат уже говорил, что если вот этого не будет у нас, то никакая твоя вера, никакие твои иные языки, никакие твои пророческие дары, они не будут приносить пользу ни тебе, ни другим людям, потому что без любви все это просто медь звенящая, кимвал звучащий. Все. Если нет любви, какой бы ты там духовитый не был, какой бы ты там даровитый не был, знаешь, это все, однажды оно просто потеряет силу, потеряет смысл и так далее. Можно пророчествами ранить людей. Очень много раз я служил людям, которые были ранены через пророков. И в моей жизни тоже были такие моменты, когда пророк истолковал видение неправильно и начал обличать меня в каких-то грехах, которых у меня не было в жизни. И он начал это делать публично при других. И все как бы знали, что этот пророк, он как бы такой, знаете, там проверенный и все остальное. Но человек говорил совершенно о том, чего в моей жизни не было. И, конечно же, ранило ли это меня на тот момент? Конечно же, ранило. Но я благодарен Богу сейчас за этот опыт, потому что Бог помог мне с этим справиться, Бог помог мне это преодолеть. Знаете как? Через Слово Божье. Когда я смотрел Слово Божье, когда я исследовал Слово Божье, я пришел к определенным выводам и просто сказал, это лжепророчество, я его не принимаю. Оно не имеет отношения никакого к моей жизни. Поэтому, друзья, и это тоже важно, это тоже важный опыт. Потому что кто-то будет претендовать даже на то, что он какое-то слово от Господа для вас получил. Но если это не будет соответствовать действительности, вы не должны бояться просто выбросить это и не обращать на это внимания. Даже если человек сказал, так говорит Господь, да как бы он ни сказал там. Это еще ничего не значит. Поэтому помоги нам Господь. Хорошо. Итак, об иных языках. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание, утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Я остановлюсь здесь. Разница между пророческим даром, проявлением пророческого дара и проявлением иных языков заключается лишь в том, что через иные языки Бог работает с тобой лично. Через пророчество Он работает через тебя с другими людьми. Вот в чем разница. Павел здесь не хочет сказать, что не нужны иные языки. Давайте уберем иные языки, оставим только пророчество. Он просто это объясняет. Он говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. И я уже к пророчеству не буду сейчас обращаться больше. Мы будем говорить об иных языках. Итак, вот это одна из функций, для чего даны иные языки. Это для того, чтобы, то есть вот эта цель, это некое ходатайство, некое глубинное общение между твоим духом и Богом помимо твоего разума. В чем преимущество этого? Очень просто. Апостол Павел в другом месте, в римлянах говорит в 8 главе, что также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас. И вот это ходатайство духа в другом месте, это первое послание Коринфянам, вторая глава, там, где сказано о том, что никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, и также Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Вот дух Божий, который внутри нас, он, он Бог, и он обладает абсолютно всем знанием, он обладает абсолютно всей информацией. И я очень благодарен Господу, что он не вываливает на меня это все, иначе я бы взорвался. Ты не, у тебя носитель слишком маленький, понимаешь, чтобы знать все так, как Бог знает. Но я так благодарен Духу Святому, который живет во мне, и в нужный момент, когда мне это необходимо, он дает мне слово знания, или слово мудрости, он, он из своей глубины достает какую-то информацию, и передает мне ее, как откровение. Когда это нужно. Поэтому мне не нужно напрягаться, мне не нужно знать обо всем. Мне нужно просто доверять Богу, что в нужный момент Он поднимет знание и даст мне его, когда оно будет необходимо. Он поднимет мудрость из глубины своей мудрости, и даст мне ее, когда мне будет это необходимо. А что касается молитвы, знаешь, это тоже замечательный момент, когда твой Дух под вдохновением Святого Духа может молиться о каких-то тайных вещах, чтобы тебя не загружать какими-то переживаниями даже лишними. Понимаешь? Потому что, если Дух Святой ходатайствует, например, за какого-нибудь миссионера в Африке, в тот момент, когда ты стоишь, моешь посуду себе, и вдруг у тебя, пах, такое наполнение легкое, и ты начал говорить на языках. И ты не знаешь, о чем ты молишься в данный момент. Но Дух ходатайствует за святых по воле Отца. И я доверяю Богу, я не знаю, о чем Он ходатайствует, но я доверяю, если Он проявил инициативу, если Дух Святой во мне проявил инициативу, и я Ему нужен сейчас как инструмент для ходатайства, я открыт. Иногда есть другой момент, когда я являюсь инициатором, и здесь апостол Павел говорит как раз об этом, когда он говорит 14-15 стих, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой молится, но ум мой остается без плода, что же делать? И отвечает на свой собственный вопрос. Стану молиться Духом, стану молиться и умом, буду петь Духом, буду петь и умом. И он говорит, я стану, то есть другими словами, я могу быть инициатором. Есть момент взаимоотношений, есть момент взаимоотношений, и это так здорово, мы не марионетки. Бог хочет строить с нами взаимоотношения, и как раз инициатором может быть Бог в каких-то вещах, а можем быть мы. Но Бог дал вот эту уже способность, когда Он дал, когда ты это пережил, когда ты это принял, то у тебя есть уже эта способность выражать мысли Духа на иных языках. И вот здесь, что очень важно, никто, написано, не понимает его, он тайно говорит Духом. И я думаю, что Сатана, он именно по этой причине и ополчает армию людей, даже богословов, которые хотят дискредитировать действие этого дара. Почему? Потому что сатана не понимает, о чем ты говоришь Духом. Если это тайна Божья, то это тайна. Мы немножко дальше поговорим о проявлении дара иных языков, потому что вот тут я верю, речь идет о твоем молитвенном языке. То есть, вот ты получил это от Господа и он у тебя есть, и это твои такие близкие, такие глубокие взаимоотношения с Богом выражаются через это, через твое доверие, через вот какое-то тайное ходатайство и так далее. Он тайно говорит Духом, и враг не понимает, о чем ты в этот момент говоришь. И я приведу такой пример. Я бы очень много вам мог примеров приводить, да я и думаю, что у вас тоже свои какие-то есть примеры. Но несколько лет назад я был в Хабаровске еще с одним пастором, и мы ездили туда служить, и утром воскресенья я проснулся от побуждения молиться на языках. Вот там Бог был инициатором. Я пошел на кухню и просто встал на колени и начал говорить языками. Минут сорок просто меня наполняло, и я говорил, я даже не заставлял себя, я не прорывался в тот момент, просто такое наполнение, и я говорил, 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 говорил языками. И единственное, что я понял, что это как-то будет связано с сегодняшним служением. И все. И оно как-то раз и ушло. Я сказал, аминь, господь, спасибо тебе, пошел дальше спать, потому что это было очень рано утром. И вот мы приезжаем на служение, делили словом, свидетельствами, и потом, а люди собрали, чтобы за них молиться, потому что было объявлено, что будет служение исцеление. И вот один из первых, кто ко мне подошли, это мама с сыном. Парню лет 13, и вот мама говорит, помолитесь, пожалуйста, за сына, его очень сильно мучают страхи, вот просто боится, даже со светом спит у себя. Я говорю, замечательно, хорошо. И я только начал за него молиться, я ему руки только положил на него, его, знаете, так сковало, и он так и упал. Ну, я его поддержал, он упал на пол, вот такой весь скованный, ну, и, конечно, я понимаю, что сейчас происходит, то есть, это конкретно, ну, демон его сковал. И я начал, первая мысль, которая у меня в тот момент пришла, я думаю, о, Господи, только не это. Не потому, что я, как бы, в общем-то, мое служение связано с тем, что я молюсь за освобождение, но, но, я понимал прекрасно, что сейчас либо Бог явит свою славу, и тут что-то начнется такое невероятное, либо это может затянуться до двенадцати ночи. И просто, и такие случаи тоже бывали. и, ну, я начал молиться, этот бес начал со мной разговаривать, и он говорит, я не выйду из него, он мой. Я ему повелеваю, он игнорирует, говорит, он мой, я не выйду из него. и где-то, ну, такая борьба была, ну, несколько минут, может быть, минут пятнадцать. То есть, я над ним склонился, люди там стоят. Кстати, там вообще так интересно было, вот на, это поселок Хор, так называется, там, сколько-то километров, от Хабаровска, там на одной, на одной улице пятидесятническая и баптистская церковь. И знаете, когда сказали, что приедут какие-то братья, там, ну, сарафанное радио сработало, и половина баптистской церкви тоже туда пришли. Вот. Кстати, у меня очень много друзей, братьев баптистов, которые знают, я, у нас, например, я служил несколько раз, меня приглашали в баптистский лагерь, подростковый, молодежный лагерь служить. И я удивлялся, я говорил этим братьям, я говорю, братья, вы же знаете, какой я пятидесятник. Я ж, ну, но, они говорят, ну, мы видим, что ты настоящий. Вот. И поэтому, как бы, так вот, как-то вмещали они меня, пока там старшее руководство их не пожурило. Вот. Ну, да ладно. Как бы, поэтому у меня разных друзей хватает везде, и у меня нет проблемы, как бы, я сейчас просто называю это, как история рассказываю, а не для того, чтобы как-то какую-то конфессию, там, ущемить, или что-то еще. Вот. И вот, когда все это начало проходить, то есть люди так обступили, смотрят, знаете, шоу такое началось, там, Тебе Джошуа, шоу Тебе Джошуа, короче, вот, в Хабаровске. И, вот этот бес из мальчика, который говорит, и я молюсь, и у меня уже в какой-то момент такое просто, как сожаление, думаю, Боже, ну, ну, почему этот в самом начале? И вдруг, как только я это подумал, я вспоминаю, просто вот Бог мне напоминает мою утреннюю молитву. И Дух Святой мне говорит, я ходатайствовал утром через тебя о вот этой ситуации. Как только вот Бог сделал вот эту связь, я просто в Халка превратился опять. Понимаете? Меня наполнила такая сила. Я говорю, ты, бес, ты выйдешь из него. В этот момент я вижу свастику. Я говорю, ты дух фашизма. Он, да, я дух фашизма. Он, ну, выйди из него. И этот мальчишка получает освобождение. И когда он поднялся, он вот так меня обнял, и я не знаю, сколько минут, мне уже неудобно стало, потому что он как бы просто меня обнял, вот так уткнулся в меня и держит меня. Как только этот мальчишка уходит, меня кто-то стучит по плечу. Я поворачиваюсь, стоит здоровый такой мужик. И говорит, я отступник. Я покаялся в тюрьме. И потом там и крещение принял, и проповедовал здесь в церкви. Потом, говорит, связался с блудницей, и, короче, отступил, и бухаю теперь, и не могу справиться с этим, и все остальное. Она там, я ее бросил, но она оказалась колдунья. И рассказывает мне свою историю. Помолись, говорит, за меня. Та же история. Хорошо. Ложу ему руки на голову, падает. И знаете, вот так руки по швам, и только одна голова. И люди все это видят. И там бесы начали, там несколько было у него их. Начали просто проявляться, говорить, и Бог дарует ему тоже освобождение. После этого освобождения ко мне подходит один мужчина с мальчиком, еще одним, и говорит, помолитесь за моего, он приемный сын, и вот у него порой бывает там неадекватное поведение, то есть он уже увидел, то что тут происходило, говорит, помолитесь за него. Я начинаю молиться за этого мальчишка, а у меня такое внутри сострадание к нему, и я понимаю, что его вот это поведение неадекватное, обусловлено просто ранами, они его взяли из детдома. И я его обнял, помолился за него, и к этому отцу говорю, знаешь, брат, просто дари ему любовь, вот дарите ему любовь, он просто нуждается в вашей любви. То есть там нету никаких бесов в нем, просто вот мальчишка израненный. И я так говорю, и вдруг меня Дух Святой наполняет такой мощной волной, и я поворачиваюсь к этому брату, ну, который сына привел, и начинаю ему пророчествовать. Причем вот так конкретно, так говорит Господь, и в его жизнь пророческое слово. А вот эти пресвитеры, там такая старая пятидесятническая церковь, они там несколько их братьев этих, я вдруг, знаете, я пророчествую этому человеку, а краем глаза вижу, что вот этих несколько братьев, они стоят в какой-то растерянности. И сам себе думаю, думаю, что с ними такое, чего тут так, ну, они вылупились на это все. Вот. И когда вот это пророчество вышло из меня, я сказал Аминь, этот брат говорит Аминь, берет своего сынишку, они уходят, и эти пресвитеры ко мне подходят, ты знаешь, говорит, кто это был? Я говорю, кто? Говорит, это пастор баптистской церкви, говорит, он пророчество принял через тебя. Говорю, ну да, там после того, как увидишь, как эти там, потому что... Аллилуйя. И там действительно такое было, там столько свидетельств невероятных, там так сильно Бог двинулся. Но послушайте, с чего все началось. Утром, вот просто, знаешь, рано-рано, бах, глаза открылись, я чувствую, а у меня в духе вот тут что-то происходит, и мне хочется молиться на языках. И я просто пошел, я повиновался этому, и Дух Святой ходатайствовал за эту ситуацию. И я умом своим не знал, что будет. Бог знает все, послушай. И это как один из примеров, которые происходили в моей жизни. Один из их, так много, друзья. Может быть, вы сейчас какие-то вещи вспоминаете в своей жизни. Поэтому, если для кого-то нету ценности вот в этом, да нет никаких проблем. Посмотрите, как заканчивает апостол Павел 14 главу 1 Коринфянам. Он говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Понимаете? Вот он говорит, это вообще заповеди Господни, которые я вам пишу здесь. Но если кто-то не понимает, вот как-то апостол Павел, он такой был, знаете, свободен от чьих-то непониманий. Он говорит, да, нет проблем. Но тот, который имеет вот этот опыт, для тебя это полезно, это же Слово Божье. Итак, дальше. Потом идет текст, здесь 14 главы, где апостол Павел как раз начинает пояснять, что в публичном собрании просто, знаешь, голосить на иных языках и не имеет никакого смысла именно в качестве назидания для других. Назидание для других, еще раз, вот это очень важно подчеркнуть, потому что если идет поклонение, и я сейчас в поклонении говорю на иных языках кому? Людям? Богу, то в этот момент я себя назидаю, мой дух назидается. Здесь же апостол Павел говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, тот строит себя, укрепляет себя, строю себя. Я в этот момент, я не людям говорю, я не пытаюсь выпендриваться перед людьми, какие у меня иные языки. Это между мной вообще-то и Богом. Поэтому, поэтому апостол Павел и говорит, не запрещайте говорить языками. Почему? Он говорит, я более всех вас говорю языками, потому что он понимает ценность этого, потому что ты духом тайны говоришь Богу, потому что ты назидаешь себя, строишь свой дух. Просто разница есть. И вот тут он объясняет, дальше начинает говорить вот так. Смотрите, с 8 стиха. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так если и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Поэтому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Послушайте, он не говорит, но говорящий на незнакомом языке, прекрати говорить на незнакомом языке. Он так разве говорит? Нет, он говорит, говоришь на языке, молись об истолковании, чтобы другие получали назидание. Если ты хочешь, чтобы твой язык именно каким-то образом влиял, как послание, как какое-то назидание передать для церкви. И вот мне очень нравится здесь, братья и сестры, это же настолько вкусно. Вот смотрите, что он говорит. Что такое иные языки, их природа, как они звучат для стороннего наблюдателя. Он просто пытается здесь объяснить, что, ребята, вы поймите, что просто сторонний наблюдатель, он не будет назидаться, но он не говорит, что это плохо. И вот природа, как это выглядит, как выглядят иные языки. Девятый стих. Так если и вы языком произносите невразумительные слова. Что такое иные языки? Вот кто-то из вас начнет сейчас говорить на языке, который вы имеете, на ином языке. Что это будет для меня? Какие-то невразумительные слова. Как это звучит, как это выглядит для стороннего наблюдателя. Невразумительные слова. И точно так же, послушай, твой разум в этом смысле может быть тоже сторонним наблюдателем. Именно поэтому бывает проблема у людей как-то довериться Богу, принять. Почему? Потому что разум, он паниковать начинает в этот момент. Как это? Я же что-то невразумительное сейчас произношу. Невразумительное что-то. Но апостол Павел продолжает эту мысль и говорит, что, но даже если для кого-то стороннего это невразумительные слова, то расслабьтесь, нет ни одного слова без значения. Просто значение этой речи, этим словам дает Дух Святой. Я прекрасно понимаю, что часто, когда, ну, там говорят о голосалии, вот о вот этом феномене, используют некий оккультный опыт, что вот какие-то там колдуны, какие-то там вот чародеи, какие-то там оккультные люди, и в то время вот эта вся голосалия, она уже была, и все остальное. И поэтому как бы раз это есть вот у колдунов, значит, это не, это, ну, не Божье. Братья и сестры, это такая, это неправильная логика. Так нельзя говорить. Послушайте, ну, простите, вот кто-то повзрослее, кто-то помладше, но все равно с этим словом сталкивались. Кто автор интимных отношений? Бог? Замечательно. Давайте не будем заниматься интимными отношениями в браке, потому что кто-то использует интимные отношения неправильно. Ну, блудаж много вокруг. В чем разница между, ну, простите, да, в чем разница между техникой интимных отношений в браке и не в браке? Ну, как бы, то же самое и там, и там происходит. Ну, соитие, да? То же самое происходит и там, и там. Только в одном месте Бог говорит, это благословение, это дар для семьи, это для продления рода, это улучшает качество отношений в браке и все остальное. А в другом использовании Бог говорит, это будет проклятием, это будет разрушением, это будет, ну, от этого будут последствия. Одни и те же. Слушай, вы понимаете логику неправильную? То есть, если говорить, какие-то оккультные люди там, под воздействием каких-то бесов, нечистых духов, входят в транс и начинают там изрыгать проклятия на каких-то, ну, там, через голосалия, да, то есть, через иные языки так называемые, там, бесовские. И говорить, значит, это нельзя ни в коем случае использовать, потому что, потому что там это бесы используют. Ну, слушай, ну, вот я привел пример. Насколько это несостоятельная логика? Вообще, дьявол ничего не придумывает. Он, он извращает все. Он извращает все Божье. Послушайте, ну, разве оккультные люди, целители не используют возложение рук для того, чтобы бесовскими духами исцелять? Используют. Но почему-то Бог говорит, что у веровавших тоже будут сопровождать знамения, возложат руки на больных и будут здоровы. Бог как-то не стесняется этого. Богу не нужно извиняться перед дьяволом за то, что дьявол его копирует неправильно, понимаете? Поэтому я не собираюсь извиняться перед кем-то, кто считает, что если какие-то иные языки используют там бесы, то я должен извиниться перед бесами и не брать Божий дар. Это же совершенно неправильная логика, братья и сестры. Я хочу брать то, что от Господа. Именно поэтому апостол Павел вот тут в 12 главе и говорит, что знаете, это второй стих, когда вы были язычниками, ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас, поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. Тут как раз таки апостол Павел и пытается им объяснить, ребята, все нормально с вашим опытом говорения на иных языках. Павел не стесняется сказать, что слушайте, у вас был когда-то оккультный опыт, неправильный оккультный опыт, но теперь к вам пришел Святой Дух, и не надо вам бояться этого, когда Святой Дух проявляет себя вот таким образом, через говорение на иных языках, потому что, еще раз говорю, Бог не извиняется перед дьяволом за то, что дьявол исковеркал и извратил что-то Божье, и я не собираюсь тоже этого делать, просто читаю Слово Божье и принимаю, как написано, поэтому, как выглядят иные языки, мне иногда люди подходят, что-то с моими иными языками не так, я говорю, почему, ну у меня там пару слов, там еще какое-то, что-то я не пойму, я говорю, так это ж нормально, ну в Библии написано, что ты не должен понимать, потому что ты тайны говоришь Духом, или если Бог тебе откроет Духом Святым, тогда это уже будет истолкование, потому что, братья и сестры, истолкование это не перевод, то есть понимаешь, что, можно сказать, привет, классный день сегодня, можно сказать, hello, I have a nice day today, да, то есть, и это будет перевод, истолкование это не перевод, если мы читаем о том, что кто говорит на незнакомом языке, тот Духом тайны говорит Богу, то истолкование это откровение этой тайны, откровение этой тайны, некоторые люди говорят, так, как бы сравнивают, мне несколько раз пытались вот в эту полемику ввязать, там в какие-то, у меня есть одна сестричка такая, подруга, она из Баптистской церкви, и она говорит, она сталкивалась с нашей жизнью, знает нашу семью, Бог говорил ей пророческое слово через меня, причем, она говорит, но я знаю, что только Бог мог такое мне сказать, то есть, для нее это стало очевидным, но, она говорит, знаешь, у нас вот там на форумах молодежь спорит по этому поводу, говорит, может быть, ты какое-то свое весомое слово туда, когда я почитал этот форум, там несколько сообщений, я понял, я не хочу в эту помойку лезть, знаете почему, потому что, ну, вот представьте себе, если мы сейчас начнем обсуждать, что такое, вот, что человек чувствует в состоянии невесомости, и мы с пеной у рта, каждый будем доказывать свое мнение, но если бы сюда приехал какой-то космонавт, который вот в этом состоянии был, он бы нам просто объяснил, как это, то есть, он бы, он бы оперся на свой опыт, поэтому, когда я читаю вот эти вот форумы, я вижу, что люди пытаются спорить о том, ну, чего они не пробовали никогда, и, и говорят там, это дьявол, а там, или еще что-нибудь, ну, для меня это настолько смешно выглядит, потому что я понимаю, что, ну, просто люди не пробовали этого, они не знают этого опыта, их кто-то напугал, им кто-то запудрил мозги, я честно скажу, но, вот и все, если вы произносите языком невразумительные слова, ты произносишь невразумительные слова, все нормально с твоими иными языками, понимаешь, просто знаешь, что Дух Божий дает значение тому, что ты высказываешь, так вот, насчет истолкования, вот часто там говорят, или какие-то истории рассказывают, что вот там, кто-то пришел, и там, к истолкователю, и там, на каком-то древнеарамейском языке помолился, а тот истолкователь начал говорить, какие-то истолкования, а вот я там, зная, что это всего лишь на древнеарамейском, там какой-то псалом, я не помню, то ли там это, какой-то батюшка там, или кто-то, я не знаю, слушайте, и вот люди из уст в уста, это как притчу, передают, и все, да кто его знает вообще, была эта история или нет, покажите мне этого батюшку, пожалуйста, почему я должен верить вот этой истории какой-то там, что там насчет истолкователя, я верю Библии, мне не надо верить истории какой-то, я верю Библии, и верю, потому что я вижу, как Библия исполняется в моей жизни, я вижу этот опыт, который меня благословляет, я еще не свихнулся, знаете, за 17 лет, за 18 лет следования за Господом, пережив крещение Святым Духом, я не отрекся от Иисуса, я еще больше стал проповедовать о Христе, мне больше Слово Божье стало открываться намного глубже, моя молитвенная жизнь изменилась, через то, когда, да, то есть, ну по плодам их узнаете, и когда я вижу, что люди просто обсуждают эти вещи, не понимая, о чем они говорят, ну, что ж, пусть обсуждают дальше, кто не разумеет, пусть не разумеет, я свободен от этого, и вот там, например, берут какое-то видео и комментируют, там, человек на иных языках какую-то одну и ту же фразу произносит, а истолкователь как бы истолковывает там целую там поэму, да, и говорят, что это за истолкование, если он всего лишь там одну и ту же фразу произносит, а этот такое большое истолкование дает, это всего лишь потому, что, ну, Иисус однажды сказал саддукеям, которые не верили ни в воскресенье, ни в ангелов, ни в духов, он им сказал, не знаете, заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей, послушайте, когда Бог одним словом сотворил, вот Он сказал, да будет свет, и стало так, свет появился, и послушай, но если бы сейчас пришел к нам какой-нибудь ученый, который исследует вот этот феномен, и начал бы нам рассказывать о природе этого феномена, что вообще свет, это электромагнитная волна, и есть видимый спектр, есть невидимый, да, иначе, и это целые отделы физики изучают этот феномен, изучают, и изучают, и изучают, и до сих пор изучают, и расщепляют, и все эти какие-то новые там кюмизоны, мюмизоны там находят, и какие-то, и до сих пор, и слушай, Он бы нам читал, читал, читал эту лекцию, потому что в одном слове от Бога, которое было сказано Богом, а Бог есть Дух, было столько информации высвобождено, что свет встал, Он появился, какая проблема у тебя, брат мой, сестра, что ты смущаешься, если ты произносишь пару слов, и думаешь, что вот в этом есть, у меня что-то не так с моими языками, слушай, то, что Бог может выражать духом, через, просто, беда, даже тут проблема не в Боге, проблема в том, что просто начни говорить больше слов, и все, ты начни говорить, позволь духу двигаться через себя проще, ну, не ограничивай его, вот и все, но сколько информации в этом одном слове может быть, я просто читаю Слово Божие, братья и сестры, мне не надо убеждаться чем-то другим, мне достаточно просто прочитать Слово Божие, Павел говорит, что бывают еще какие-то ангельские языки, если вы помните, мэна, мэна, тэкэл у парсин, и я помню, мне один брат говорит, знаешь, это просто как бы все легко, говорит, можно было легко там понять, потому что мэна, мэна, это похоже на меру веса, то есть мина, мина, то есть, а там же ты взвешен на весах, да, и вот у парсин, то же между медянами и персами разделили, то есть перес, вот тут все как бы понятно, я говорю, замечательно, брат, вот бы тебя туда, вот почему-то там волхвы и тайновецы, и там оккультные эти вот все люди, и мудрецы Вавилона, которые пришли, собрались, они просто были такими тупыми, что не поняли, что мэна, мэна, это мина, мина, один ты только такой умный, или какой-то богослов, знаете, нынешнего времени, который просто знает, чем эта история началась, и чем она закончилась, и что эти слова похожи, и он просто вот сейчас вот так взял и объяснил, а если бы ты стоял, ну, брат мой драгоценный, или сестра, вот там перед вот этим царем Валтасаром, который, извините, обкакался, потому что связи, чрезвы расслабились, то есть он, ну, он обделался от страха, когда вот это, и вот в этом страхе, когда он вызвал вот этих людей, говорит, ну-ка мне истолкуйте, и кто не истолкует, ты понимаешь, голова с плеч, то ты бы не сидел тут и не думал, а, амина, амина, так и лупарсин, это же ты что, тут трудно догадаться, братья и сестры, как стыдно за такое, правда, стыдно за такое, какие головы у нас просто умные, и только лишь Даниил, когда сказали, что есть тут у тебя один человек, который исполнен Духа Божьего, который знает тайны, вот он может истолковать, позови его, и Даниил пришел, прочитал и сказал, Мене, ты взвешен на весах и найден очень легким, Текел, разделено, как там, не помню, а? Да, целое послание, сейчас я найду, у меня есть, во, исчислил Бог царство твое и положил конец ему, Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким, Перес, разделено царство твое и отданным медианам и персам, три слова, Мене просто два раза повторяется, да, Мене, Текел, и причем, он еще и неправильно цитирует, там же ж у Парсин было написано, что ж ты Перес тогда цитируешь, Даниил, неправильное цитирование, писание, а Даниил, как-то скажешь, у Парсин или Перес, какая разница, то я тебе скажу, знаешь, скажешь, ты Кинтура Раба или Санда Багара, какая разница, когда-то от Духа, вообще разницы нет, и вот, итак, Мене, ты взвешен на весах и, союзы тоже посчитаем, найден очень, восемь слов, исчислил Бог царство твое и положил конец ему, восемь слов, разделено царство твое и отдано Медянам и Персам, еще восемь слов, три слова, которые истолковываются двадцатью четырьмя словами, разве в Библии нет таких примеров? И это была рука ангела, то есть это был ангельский язык, и он был истолкован три слова двадцатью четырьмя словами, какая проблема, братья и сестры, вот поэтому я и говорю, просто цитирую слова Христа, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей, исследуйте Писание, там есть все ответы на эти вопросы, беда вот в чем, апостол Павел, помните, в Римлянам в первой главе пишет, что и славу нетленного Бога превратили в образ, подобный тленному человеку, там и четвероногим, знаете, что делает вот эта с нами либеральщина, вот это либеральное богословие, которое пытается вытащить все чудеса из Библии, объяснить их по плоти, с вот этим плотским умом, это попытка славу нетленного Бога превратить в образ, подобный тленному человеку, то есть сделать это все таким удобобаваримым, таким объяснимым, таким понятным для тебя, для твоего плотского ума человек, что я только не встречал, когда чудо Иисуса, когда он умножил хлебы, и я помню, один брат говорит, ты понимаешь, там чуда не было, ты же знаешь, что это были евреи, и когда мальчишка пришел и отдал своих пять хлебов и две рыбки, кто-то еще, ты слышал такое толкование тоже? Кто-то еще, может быть, слышал, да? Они просто, с ним стыдно стало, и они, понимаешь, достали там свои закрома, понимаете? Тогда почему Библия это описывает, как чудо? Ведь там же конкретно описывается, что это чудо. Он говорит, Иисус говорит, как я пятью хлебами и двумя рыбками накормил, и сколько вы еще набрали после этого? Или, например, я слышал такое толкование, что когда ученики увидели Иисуса, который шел по воде, на самом деле, это просто был обман зрения, Иисус не шел по воде, Он шел по берегу, но из-за вот этих волнений и вот этого всего им казалось, что Он идет по воде. Братья и сестры, если вот эти вещи, Божьи чудеса, которые описаны в Священном Писании, ставят под сомнение маленькие чудеса, то где предел этому? Скажи мне, пожалуйста. Где предел этому? Если я могу поставить под сомнение маленькое чудо, описанное в Библии, то тогда нет проблем, мне поставить под сомнение воскресение Христа. Понимаешь? Потому что оно просто не вмещается в мой разум, я не могу его объяснить. Это сверхъестественно. А ничего сверхъестественного не бывает. Давайте подумаем, что же это все-таки было. Ну и предложили вариант, ученики украли его. Братья и сестры, я отказываюсь от этого. Я хочу верить в Слово Божие, которое живо и действенно, и которое сегодня не изменилось. Не изменилось оно сегодня. Когда говорят, апостолы заговорили на иных языках, и это просто было время насаждения, пока Писание не появилось. А вот когда уже Писание появилось, и как ни странно, я удивляюсь, как можно так переворачивать Библию, когда берут даже и вот это местописание из 13 главы первого послания Коринфянам, и где говорится о любви, а потом говорят, и мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И говорят, вот пророчество и знание, вот это все сверхъестественное, оно было пока совершенное не пришло. А совершенное, это вот когда Библия была написана, вот это совершенное и есть. Но ведь здесь говорится, почему бы мы дальше не прочитали? Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслял, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же увидим лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я опознан. О каком тогда говорится? О том, когда Библия будет написана, так Библия была написана раньше, а канон, первые признали канон в 325 году, а потом в 378 году. А уже как бы, ну были вот эти вот писания. Когда это совершенное? В тот момент, когда вот ты лицом к лицу Христа воскрешем увидишь, вот тогда и придет совершенное. А до этого момента мы все отчасти знаем, отчасти пророчествуем, и все это нам нужно. Бог не изменился. Он тот же. Если Иисус дал поручение ученикам и сказал, идите, научите все народы, и у веровавших будут сопровождать все знамения. Чего только я не слышу. А ты знаешь, брат, что вот это вот было уже приписано в более ранних версиях Евангелия от Марка, этого не содержится. тогда брат мой или сестра, который так думает, тогда я все могу тут поставить под сомнение. Понимаешь? Все могу поставить под сомнение. Потому что сегодня говорят, что книга Даниила, ну это тоже, это не Даниилу принадлежит. Потому что ну как-то вот, очень точно он как-то описал период вот этих вот царств дальнейших. и Александра Македонского, и то, что разделено будет на четыре части. И говорят, ну как бы, это просто вот, ну, книга Даниила, это понимаете, это просто собрание сочинений. Да? И я отказываюсь в это верить, братья и сестры. Потому что я говорю, где конец этому? Где вот здесь, где мы можем закончить? Если я оставлю вот это под сомнение, точно так же книга пророка Исаии, понимаете, до сороковой главы, смотрите, как Исаия пишет, после сороковой главы, смотрите, как Исаия пишет, это два Исаии. Понимаете? Разве сегодня такого нет? Есть. Я отказываюсь в это верить. Просто он пророчествует о разных периодах, братья и сестры. И так можно во всем ставить, все можно ставить под сомнение. Возвращаясь к иным языкам. Итак, я просто хочу закончить вот этой фразой апостола Павла. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Что же делать? Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом, буду петь духом, буду петь умом. О проявлении дара. Есть молитвенный язык, а есть проявление дара иных языков. И вот здесь функция разная. Молитвенный язык, он дан тебе и мне для нашего личного общения и назидания. Дар иных языков проявляется тоже в двух как бы таких основных направлениях. Первое – это пророческое направление, когда через истолкование получает церковь назидание. То есть какое-то конкретное послание от Бога. И второе – это как знамение. И вот как раз читаем Деяния апостолов, вторую главу, мы видим, что вот там дар иных языков через апостолов проявился как знамение для тех людей, которые там собрались, ибо слышали их, говорящими их наречиями. Но опять же, там не сказано, что апостолы понимали, о чем они говорят. Там сказано, что понимали только те люди, которые пришли из разных стран. А для апостолов это было Я вот один случай расскажу, у меня два таких было, но вот этот очень яркий. Я в Можайске, в Подмосковье, проводил семинар и говорил о иных языках, о истолковании. И у нас была такая молитвенная практика. И мы друг с другом молились на иных языках. И вот я подошел к одной сестре, а она армянка. И мы с ней стали вот так молиться вместе. Она на языках и я на языках. И в какой-то момент ко мне такое ясное приходит понимание. Вот Бог ей говорит. То есть, и я знал, что это связано с иными языками, что это истолкование. Потому что я сказал, истолкование это откровение, а не перевод. Примерно такого содержания. не спеши сейчас принимать какие-то решения. Подожди время. И я поверну обстоятельства так, что ты сама будешь знать, что тебе делать. Вот я сейчас недословно говорю. Это примерно вот то, что было. И я пошел, еще с кем-то помолился, там рядышком постоял. И после мы сели и стали рассуждать. И первая эта сестра говорит, Валентин, знаешь, что сейчас было? Я говорю, ну что? Говорю, Бог через меня дал тебе истолкование. Говорю, я не знаю, что-то за ситуация у тебя. Она говорит, но сначала ты то же самое мне сказал на армянском языке. Я интересно. Говорю, скажи мне, как это прозвучало. Потому что это же не просто какое-то совпало слово. Это целое предложение. И она сказала, как это звучит на армянском. Для меня это киндураха шахалабараха сапрей. Ничего не понял, ни одного слова. Притом, знаете, в тот момент, когда я получил, мне вообще показалось, что я ее языки истолковал. Ну так я подумал. Наверное, это... Вот. Я даже на тот момент не понял, что это, оказывается, я истолковал то, что сначала я ей сказал на армянском. И оказывается, для нее это было действительно знамением очень важным от Господа. Потому что потом она мне рассказала, что там ситуация с миграционными службами была очень серьезной. Ее могли там депортировать. И она переживала, она уже не знала, что делать. Всякие мысли были, даже не по-христиански поступить. Ну, такая сложная ситуация, потому что и возвращаться туда некуда, и тут как бы вот такая. я долго, ну, несколько лет я не знал, что там в итоге как бы с этой историей. И вот этим летом, вот прошлым летом, на одной конференции я встретил пастора. И говорю, слушай, помнишь вот эту сестру там армянку? Помнишь вот эту историю? Он говорит, конечно помню. Я говорю, что у нее? Как там дела у нее решились? Она говорит, да нормально все. Говорит, она уже и замуж вышла, она здесь живет, как бы даже, по-моему, детей уже там. Говорит, все решилось. Бог ей тогда конкретно сказал, не спеши, подожди, и я сам твои обстоятельства поверну. Понимаете, в чем суть? Если бы я просто ей сказал это пророчески, любое пророчество можно еще там 50 раз усомниться в нем. Но когда она точно знает, что я не знаю армянского языка, и это было реальное сверхъестественное действие, она поняла, что это реальное знамение для нее. И это дало ей веру все-таки успокоиться, не рыпаться, как у нас говорят в Беларуси, не рыпайся. Просто сядь спокойно и подожди время, и Бог сам все решит. И так и произошло. А если бы она начала там что-то мутить сама, еще, может быть, и уголовное дело бы на нее завели. Вот, пожалуйста, и это опыт. Мне вообще нет никаких проблем, верит кто-то в это или нет, что эта ситуация произошла. Но я хочу сказать, что несколько десятков человек были свидетелями этой ситуации. И мне даже не нужно доказывать это. Зачем? Чтобы кто-то поверил, что мои языки настоящие, они от Господа? Да если кто-то не хочет верить, понимаете, он не поверит. Ну не поверит, и все. То есть бывает, вот знаешь, любой человек, у которого есть молитвенный язык, у любого человека может проявиться дар иного языка. Я разделяю дар иных языков от молитвенного языка. Потому что, когда люди получали крещение Святым Духом, и знамение говорения на иных языках было, там было, и получите дар Святого Духа. То есть дар это не иной язык, а дар это Святой Дух, который с неба пришел благодаря тому, что Иисус купил нам это право обладать, чтобы Дух Святой жил в нас. А дары Святого Духа это Его проявления через нас. Смотрите. Ох. 12 глава с 4 стиха. И дальше. Дары различны, но Дух один и тот же. Это первое послание Коринфянам, 12 глава. Вы еще со мной, нет? А то я уже вроде как сказал, заканчиваю, а тут сам дальше продолжаю. Просто мне действительно, братья и сестры, хочется, чтобы, ну, как-то вот сказать аминь и внутри знать, что, ну, то, что я должен был сказать, я сказал. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И потом перечисляется девять проявлений. Слово знания, слово мудрости, развлечение Духов, вера, исцеление, чудотворение, иные языки, пророчества, истолкования. Все вот это перечисляется. Но я хочу вернуться вот сюда, с 4 по 7 стих. Итак, Павел говорит, дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, формы могут отличаться, служения. Цели, задачи, служения могут отличаться. И действия, братья и сестры, тоже различны, но смысл не во внешнем каком-то проявлении, а смысл в том, кто за, какой Дух за этим стоит. И вот он говорит, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Вот эти действия производит Бог, Духом Святым. И потом 7 стих, но каждому дается проявление Духа на пользу. Так вот, начинает дары различны, Дух один и тот же, и 7 стих, каждому дается проявление Духа. Что такое дары Духа Святого? Это его проявление через нас. Дары Духа Святого, можно вот написать, дары Святого Духа равно проявление Его природы через нас. То, как Дух Святой проявляет себя через нас. Кто-то может сказать мне, что Бог вообще обладает абсолютной мудростью, полнотой мудрости и знания всего. И вот этот самый Дух Святой, который живет внутри меня, Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, потому что Он Бог. Он обладает всей полнотой знания и мудрости. Всей полнотой знания и мудрости. И когда есть необходимость в этом, Он берет, знаешь, это как, вот у меня есть гаджет, да, и есть интернет. Мой гаджет не может вместить всю информацию, которая существует на серверах там в интернете, да. Он просто, он не приспособлен к этому. Но когда в этом есть необходимость и когда у меня есть доступ к интернету, я могу оттуда найти любую информацию, которая мне нужна. Что-то подобное, это хорошо сейчас объяснять на этих технологиях на самом деле. Дух Божий, который живет во мне, Он обладает абсолютно всем, а я нет. Но когда Духу Божьему необходимо или когда мне в этом есть необходимость, Дух Божий может поднять свое знание, поднять откровение внутри меня. Точно так же верим ли мы в то, что Бог целитель? Конечно же. Так вот, дары исцеления это то, когда Святой Дух проявляет свою природу как целитель через нас, людей. И ты за кого-то молишься, и человек получает исцеление. Но кто это исцеление приносит в жизнь человека? Дух Божий, который целитель. Точно так же Бог чудотворец. Он делает чудеса. Слава Богу, что Он не спрашивает, Господи, спасибо, что Ты не спрашиваешь у нас, делать Тебе чудеса или нет. И Бог никогда за Свои чудеса ни перед кем не оправдывает. «Ой, извините, чудо сделал, ну простите, как бы, это не вмещается, конечно, в ваш разум. Я не очень хотел, как бы, что за глупости? В какого Бога мы верим, братья и сестры? И вот, дары чудотворения это когда Бог проявляется через тебя, земного человека, и меня, земного человека, как чудотворец. Дух Божий живет внутри нас. И весь вопрос лишь только в том, насколько ты открыт, чтобы взаимодействовать с Ним. Насколько ты доверяешь, насколько ты учишься отличать Его голос от голоса своих желаний, от голоса других людей, от каких-то мнений человеческих. Нужно учиться, мы учимся этому всему. И знаете, Иисус, когда сказал ученикам, я пойду от вас, но пошлю к вам Духа Святого, он говорит, для вас это будет хорошо. Вот плотскому человеку трудно это понять, в чем же хорошо. Вот бы классно было бы, если бы сейчас вместо Бориса здесь Иисус сидел. Правда? Сразу у брата нога выросла, да, и там все. Если бы Иисус тут был. А Иисус говорит, ребята, вы не будете, я вас не оставляю ущербными, понимаете? Когда я пойду, вы не будете ущербными, потому что Дух Божий придет к вам, не вы будете делать чудеса, которые я делаю, даже больше этих чудес, которые я, потому что я, говорит, иду к Отцу моему. Он не оставил нас ограниченными, Он не сделал нас ущербными, когда ушел, Он, Дух Святой, пришел. И просто проблема вот в чем, когда Иисус был выражен в человеческом образе, вот как человек, нашему мышлению людей не было трудно воспринимать Его, потому что это то, что можно потрогать, а Дух Святой, ну извини, он не выражен в человеческом образе, да? И для того, чтобы взаимодействовать с Духом Святым, а Бог Дух, Он невидим, нужна вера. Так написано, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Поэтому, когда человек не верит, что иные языки от Бога, он и не может это получить, потому что он просто не верит в это. А для того, чтобы получить, нужно верить, что Бог, ищущим Его, воздает. Но, послушайте, но мы не верим просто как фанатики, потому что фанатик от по-настоящему верующего человека, знаете, чем отличается? Ну вот двумя вещами, больше всего, которые мне нравятся. Первое, это фанатик готов убиваться, за свою веру. Ну, что и происходит там, эти террористы и так далее. Потому что ему кто-то сказал, этим фанатикам, что если ты там взорвешь себя где-то, то там у тебя, там сколько-то девственниц будет ублажать, там на небесах, там, да, якобы, да, 70 или сколько там. И он фанатик, потому что ему кто-то внушил это. Но, верующий человек, он готов умереть за свою веру, по-настоящему верующий человек, он не отречется от своей веры, даже перед страхом смерти. Вот в чем разница. Фанатик убивает за веру, а верующий готов умереть за свою веру. И еще в чем разница. Фанатик, он просто поверил, ну, в том, в чем его убедили. А Бог ожидает от нас веры, которая основана на слове. Я так верю, потому что я это прочитал в слове, я увидел это в слове. И поэтому я верю. Ну, да, для кого-то, кто-то скажет, слушай, ты фанатик, потому что ты веришь, вот тут, а я скажу, слушай, а что ты боишься перейти улицу, когда тебе черный кот дорогу перебежал? Что-то ты повесил на себя эту красную ленточку, как будто ты вообще в своем уме, ты думаешь, что красная ленточка тебя спасет от чего-нибудь? Разве это не фанатизм? Не лучше ли верить в Бога всемогущего, под тенью которого я покоюсь? Аминь. Одна женщина, ее зовут Валентина, вот я правда заканчиваю, чем помолиться еще с вами. Однажды мне говорит, и мы с ней вместе работали, она мне говорит, Валентин, знаешь, я гороскопы сама составляю, ты вот кто по знаку зодиака? Я говорю, Дитя Божье. И так интересно было наблюдать за ней, потому что это в систему ее файлов как бы не вместилось, она то есть начала, я вижу, знаете, осторожно опасная зона работа мозга, да, то есть по ее лицу было видно, что она очень так, ну, серьезно думает, что же это за знак зодиака такой, Дитя Божье. И секунд через 20 я решил ей помочь, потому что я вижу, что она зависла конкретно. Я говорю, Валя, успокойся, я тебе кое-что объясню. Я говорю, ты веришь, что движение планет, звезд, каким-то образом могут влиять на твою судьбу? Она говорит, да, вот именно в это я и верю. Я говорю, хорошо. Смотри, говорю, а я верю, что моя судьба в руках у того, кто создал планеты, звезды, кто запустил всю эту небесную механику. Я говорю, ты веришь просто в случай. Вот ты родилась вот в такую-то дату, вот такое расположение в тот момент было звезд, и кто-то тебе сказал, поэтому у тебя должен быть вот такой характер. И мне некоторые люди говорят, так это же ведь действительно так работает. Конечно, работает, потому что ты в это веришь. Потому что это принцип духовный. Иисус сказал, это закон духовный, по вере твоей будет тебе. Беда в том, что люди не понимают, что эти духовные законы, они работают точно так же, как физические законы. Я знаю, что есть закон притяжения. Поднял Библию, отпустил, она упадет. И люди не знают, что есть духовные законы, которые тоже работают. И ты веришь в это, и поэтому в твоей жизни это работает. Ты кто по знаку зодиака? Я лев. А ты кто? Я весы. Нам нельзя жениться, у нас не получится с тобой брак. Любим друг друга не можем, но понимаешь, несовместимые знаки зодиака. Просто потому что, вот это фанатизм, братья и сестры. Верить, что бездушные вещи могут влиять как-то на твою судьбу, это фанатизм. А верить в то, что Бог, который создал вселенную, Он управляет судьбой человека. Но еще есть одно условие. Условие таково, когда ты доверяешь Ему свою судьбу. Это не происходит автоматически, это происходит тогда, когда ты однажды осознанно говоришь, Господь, приди в мою жизнь, прости мои грехи, будь моим спасителем, будь Господом моей жизни. Вот в этот момент Бог говорит, окей, хорошо, с этого момента отдай вожжи только мне. Потому что иногда мы еще и перехватываем их у Него. Как-то что тут, лошадка не туда пошла, Господи, дай-ка я поправлю. Господь говорит, ну слушай, разреши мне, я лучше сделаю. Главное не перехватывать вожжи. И поэтому я этой Валентине сказал, у меня есть преимущество драгоценное, и тебе этого желаю. Отдать свою жизнь Господу и доверить свою судьбу Ему. Тогда не звезды будут влиять на твою судьбу, и не какой-нибудь Павел Глоба, который там, или еще кто-нибудь, а всемогущий Бог, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита мое, Бог мой, на которого я уповаю. Знаете, я цитирую этот псалом применительно к себе, хотя там сказано, он избавит тебя, я говорю, а он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит меня, под крыльями его буду безопасен, считая ограждение истины его, не убоюсь ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень, ибо я сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем своим, поэтому буду попирать льва и дракона, на Василиска наступлю, да, это змея. И Бог там в конце 90-го псалма говорит удивительные слова, там прямая речь, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, явлю ему спасение мое. О ком идет речь? О том, кто отдал свою судьбу под покров Божий. Да благословит нас Господь, давайте станем, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok